Коллеги, я прошу внимания, это важный аспект, это бывшая территория, территория бывшего театра Куку. Обучение просматривалось участие в общественности и считает все-таки возможным доработок, принять за основу данную концепцию, хотя как жители ССЖ 1 возражают, но у застройщика есть мнение других жителей, которые за данные строительства. Несколько раз обсуждали жителей, публичных слушателей, разные мнения, те, которые там, ну, есть жесткая позиция, председателя ТСЖ этого дома, но те, которые в соседних домах, там, как бы, нормальное восприятие. Представьте, нормальное восприятие. Так, давайте, пожалуйста, представляйте. Мы собрали независимые подписи от жителей города ТУ, если больше полутора тысяч, то есть это действительно реальные подписи, которые были собраны у реальных людей, там отчет полностью проведен по... С мобильными телефонами. Так точно. С мобильными телефонами, с подписями и так далее. То есть можно, пожалуйста, проверить. Это более полутора тысяч собраны, но все у нас все за три дня. Понятно. Большинство, подавляющее большинство, значит, жителей высказывалось в пользу строительства вот такого сфера, и они, в общем-то, не очень волновались по поводу того, что там, кто-то будет трогать без земли, но, кто-то говорит, говорили, будет здорово. Погуляли, спустились вниз, там спокойно с детьми, и можно и в развлекательном центре отдохнуть, и сходить в ресторан, ну, и там какая-то торговая зона незначительная, это тоже будет дополнительным, положительным решением для этого центра. До 1 июля 14-го года, говорили, да? Возвращение к Турскому все время в определении сроков договора о вере. Земельные участки площадью 12 квадратных метров, 23 квадратных метров, расположены по адресу городской районной Калужской шоссе. В общем, с разными битвами, что мы использовали участки под административное здание со строением торгового помещения, второй – под гипермаркой, с парковкой автотранспорта и трансформаторной подстанции. Они проходят по частным территориям. Эти вопросы на сегодняшний день не решены. У дополнительного земельного участка, там, где в настоящее время находится ГСК, это разрешение вопросов с жителями. Этот вопрос также застройщикам детально не проработан. Никаких предварительных соглашений на рабочую группу представлено не было. Ну и, безусловно, необходимо принимать во внимание то, что, к сожалению, один из участков, на которых предполагается строительство этого объекта, приобрел печальную известность. И на сегодняшний день уже можно даже с точки зрения юридической обоснованности об этом говорить. При выделении одного из земельных участков было совершено преступление. Что, в общем-то, дает все основания говорить о том, что данная сделка является сделкой, противоречащей закону. Ну, речь идет, коллеги, о том, что вступил в законную силу приговор суда в отношении, так сказать, волковой дудки, в соответствии с которым установлено, что при выделении данного земельного участка, так сказать, было совершено коррупционное преступление. Соответственно, до рассмотрения этого вопроса, так сказать, мы были свободны. Да, но вот с учетом того, что в судебном заседании, так сказать, это обстоятельство, оно установлено, правильно, да, Александр Петрович? Да. Соответственно, мы тоже должны принимать решение. То есть продлевать аренду земельного участка, который, при выделении которого, так сказать, были совершенно коррупционные деяния, ну, вот я, например, не могу. Вы сейчас куча малого, вот, как-то смешались, вот, то, что на совете, на работе Европы обсуждалось некоторое, но сейчас вы выкатили новый вопрос. Принавор случил силу в празднике, и вот именно, если как раз чистое юридическое, может, юридическое, что-то еще есть, я чувствовал, ты видишь, действие Дудки и Волкова были законны. Незаконно было при законных действиях взять взятки, а их как раз действия были законны. А кто давал взятку? А кто давал взятку? Кто, да, принесу правящие деньги? А за что вас наказали несколькими десятками миллионов? Надо обсуждать, за что и про что. За то, что помогали взятку. Не, за то, что давали взятку. Да, вы же, я скажу. Есть приюдиция, она понятна. Есть вступившая в законную силу приговор суда. Есть, так сказать, неоспоренное решение об административном наказании компании, да, так сказать, тоже решение. На 60 миллионов рублей компания в административном правопроизводстве оштрафована. Просто у нас вопрос же в чем-то... Впервые в России, кстати. Впервые в России, да. Впервые в России. У нас очень простое действие, коллеги. У нас два земельных участка. О чем просит заявитель? Он просит, чтобы мы ему пролонгировали договор аренды. Один участок оформлен в соответствии с действующим законодательством. Второй участок, он, соответственно, в отношении второго участка, есть административное наказание и вынесенный переговор суда в рамках уголовного дела. Соответственно, вот у нас оснований для спролонгации на, так сказать, предыдущих условиях у нас нет. Значит, у нас есть следующее, так сказать, мы обязаны, то есть мы, в принципе, обязаны поступить в следующий момент. Министерство имущественных и земельных отношений должно обратиться в суд и признать недействительным с момента заключения договор аренды земельного участка. Дальше мы все равно этот земельный участок будем формировать в один, и мы будем выставлять его на аукцион, о чем с вами вместе посоветуемся. Но оснований для пролонгации договора аренды земельных участков, один из которых ущербный, у нас нет оснований. Вы можете у своих юристов попросить, чтобы они справку сделали, понимаете? Ну, еще раз повторяю, что мы обратимся просто в суд, но у нас других. Понимаете, мы чиновники, вы предприниматели, вы хотите, что хотите, то и сделали. То есть хотите строить, хотите не строите. Мы по-другому, мы работаем в рамках процедур. У нас есть процедура, в рамках которой мы обязаны работать. Значит, мы выставим, сформируем этот земельный участок, определим все свое назначение, выставим на аукцион. Пожалуйста, принимайте участие в аукционе на право аренды. Вы знаете закон, Владимир Сергеевич, у нас есть преимущественные правы. Вы проведете любой аукцион. Почему у вас, кто вам сказал, что у вас есть преимущественные правы? Я же не знаю, как вас там готовят. Вы посмотрите. Ну, знаете, давайте... Спасибо, до свидания. Мы рассмотрели ваш вопрос, мы согласились с мнением рабочей группы, и о продлении срока аренды мы вам не продлеваем. Мы не играем. Если вы не согласны с нашим решением, вы можете обратиться в суд. Спасибо.